ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВИТАМИННЫЕ ИСТОРИИ Про редьку я знаю очень мало. Мама её не часто покупает. Редька по форме похожа на свёклу, но только у редьки вкус острый такой, даже чуть грековатый. И сердцевина у неё белая, а у свёклы красная. Бабушка, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь про редьку? Ну, слушай. Считается, что родина редьки – Египет и Китай, а из Египта редька приехала в Древнюю Грецию. У греков редька, свёкла и морковь считались главными корнеплодами. И есть легенда, будто бог Аполлон сказал, что редька стоит столько золота, сколько сама весит. А в Россию редька попала из Азии. Народ сложил про неё такую поговорку – редька триха, редька ломтиха, редька с маслом, редька с квасом, редька так, а всего кушанье на пятак. А это ещё что такое? Редька триха какая-то! Редька триха – это редька на тёртой на тёрке. Редька ломтиха – редька, нарезанная тонкими ломтиками. Ну а что такое редька с маслом и квасом, и так понятно. А редька – недорогой овощ, поэтому и поговорка такая – столько кушаний, а денег совсем немного потрачено. Понятно. Про редьку мне мама говорила, что она укрепляет здоровье и аппетит улучшает. Да, а ещё помогает при простуде и кашле. Есть один старинный рецепт приготовления микстуры от кашля. Запоминай. Берётся крупная редька. Её середину надо вырезать и заполнить мёдом. Образуется сладкий сок. Его-то и дают пить больному. Ну что, раз кушанье на пятак, может быть, попробовать что-то из редьки приготовить? Например, салат. Всё, заканчиваю свою историю про редьку иду на кухню. Ещё-то и дают пить больному. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok